Зайч Золотая осень Надо или нет Золотая осень Мы ее попросим Нас с тобой не просим В зиму дать билет Выцветает блестящее лето Губная помада На нанизанной временем проволоки Прожитых дней И режим регулятора громкости Больше не надо Вводит мокрыми теплыми пальцами Вам по спине Золотая осень Судьбы наши носит Никого не спросит Надо или нет Золотая осень Мы ее попросим Нас с тобой не просит В зиму дать билет Золотая осень Мы ее попросим Нас с тобой не бросит В зиму дать билет Здравствуйте, здравствуйте, дорогие люди Спасибо, что вы пришли Я благодарю за то, что вы кусочек своей жизни Собирайтесь нам подарить С нашим замечательным классиком Игорем Николаевичем Морозом Мы постараемся ваши ожидания В какой-то степени оправдать Ну, я хочу попеть Песни, которые появились этим летом Я уже говорил, что в это лето у нас было Я когда служил в генеральном штабе Я думал, что мы там работаем По ночам, по субботам На самом деле, оказывается Мы учились работать Начинаем работать только сейчас В эпоху интернета Когда твоя работа в соседней комнате сидит Ты еще не проснувшись Не сделав зарядки Уже начинаешь влезать в этот интернет Начинаешь там эту работу работать Вообще, нормальные люди считают Что отдых – это смена мест работы Я думаю, что вы со мной согласитесь Когда много работы, всегда хорошо Гораздо лучше, чем когда ее нет Ну и, собственно Все больше Хочется отдохнуть Но одновременно отдыхать нет возможности Если раньше надо было просто написать рапорт Отздать секретные документы И пропуск И уматывать на все четыре стороны До следующего своего прихода То есть сейчас такой радости Мы позволить себе не можем И я придумал Мужики любят придумать разные диалоги Я придумал такую вещь Что, наверное, не придумал Она и есть на самом деле Просто я до нее дошел Что, наверное, мы отдыхать будем на том свете Я думаю, что вы со мной тоже согласитесь Особенно для людей, которые ходили в форме Которые выполняли боевые задачи Привыкли к тому, что Вот это должно быть сделано И все Все люди делятся, мне кажется, на две категории Первая категория – это Которая выясняет причины, почему это не надо делать А потом популярно объясняет Что это сделать нельзя И не делает А вторая категория – вопреки, несмотря И как бы Ну и вот такая вот Сегодня буквально Юр написал с песней По мотивам предыдущей жизни Знакомые ступления Дымит забитый караван Есть результат И нет двухсотых Сегодня подарил Афган Удачи боевой высоты И тут порадил приказ Вперед во что бы то ни стало В трех километрах возле нас В засаду мазута попало Мы взяли схрон, где был их штаб И в инвентаре с чирикой птицей И пленный, связанный араб Вдруг стал по-русски материться А через день у камышей Через ручей, где мостик Зыбки Мне пулю, руку мне порошил Мальчишка – срочник по ошибке Пусть блестят награды Гордо на груди Жизнь, она зараза Не кончается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, брат, никак не получается Выполнить команду Вольно разойдись Что-то, Миш, никак не получается И возвратились мы в свой дом Который грудью защищали А там вообще такой дурдом Вставай и выходи с вещами В подъезде тилер и шприцы Бандит в костюме на районе А жизни, как сквязать концы И академик не догонит Нам было легче в тех горах Где пыль и враг И воздух свежий Ну, как капитализм, а крах Конечно, дембель неизбежен Летят снега, текут дожди И гложет ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Для нас, наверное, не будет Летят снега, бегут дожди И гложет ржа стволы орудий Команды, вольно разойдись Нет, мужики, для вас не будет Пусть блестят награды Гордо на груди Жизнь, она зараза Не кончается Выполнить команду Вольно, разойдись Все-таки мешать Не получается Громко очень, да, по-моему? Громко, да? Не, не, нормально Это сумма Но мы просто верим Спасибо вам большое За ваше мужество и героизм Как я уже говорил В этом году нам Господь подарил удачу И друг наш Серега Мельников Остающийся живых Потому что мы его фестивали Его лицом открывали все фестивали На Грушинской поляне Сделали баню Там посередине Серега Мельников Потому что его портрет Который мне сделал меня Висит на всех моих концертах На лыжных И вот мы провели первый фестиваль 14 августа 2019 года В городе Жуковске Фестиваль получился, по-моему, хороший Что-то было, конечно, смешно Но в целом было хорошо А получилось так, что еще один был день Города Жуковского А город Жуковский, это, знаете Это мировая авиационная столица Где делаются самые лучшие в мире самолеты Где... Вообще где там, где небо Где небо, соединяется с землей Такая воронка, пространство Невременное Просто мы ее не видим Нам некогда Нам нужно бежать там То есть ваше дело И такая песня получилась Как юбилей города Жуковского И пропивши небесную вату Я хватаю бетон полосы Здравствуй, здравствуй, мой город крылоты Где по небу сверяют часы Там, где сказки становятся быню Там, где ветер с мотором поет Там, где славные русские крылья Начинают высокий полет Квасоковщик с краюшкой у хлеба Где вырасти наши сады Но Россия не может без неба Как без воздуха или воды Скалокорни или овощи зажмурных Или на реактивных крылах Сквозь любые тайфуны и бури Пронесем свой расплавленный флаг Пронесем свой расплавленный флаг В нашу пыль превращающий небы Всем своим неудачам назло Этот город воротами в небо Всю Россию поднял на крыло Это небо раскрытое синий И мечта, без которой нельзя Это славные крылья России Это город Жуковский, друзья Это город Жуковский, друзья Так ведь синий высоко и крылата Украшением богатым нашей русской земли Твой мотив слышат все в этом мире Шестьдесят и четыре Высветят корабли Высветят корабли Высветят корабли Громко все-таки, Юра Дорогие друзья Работа слушателей гораздо более вредна, чем работа исполнителя Почему? Потому что он вынужден терпеть вот эти все изыски автора исполнителя Автор может прыгать, скакать, рассказывать смешные дурацкие анекдоты А вы вынуждены сидеть и слушать эту всюду Спасибо вам И исполняется год, как ушел Серега Мельников 5 сентября И я хочу спеть несколько песен, которые посвящаю нам всем Потому что, знаете, я считаю, что наши СУ-25, СУ-27, СУ-33 И все вот это летающие чудеса, сделанные в Советском Союзе Это мы с вами И прежде всего Да, именно в Советском Союзе И Советский Союз никуда не девался, просто его не стало внешне Но внутренне он остался, потому что у нас есть своя душа, наши песни, наша культура, наши друзья И давайте вот этим жить, жить в сегодняшнем дне Мне вчера мой друг Коля Ибродимов пригласил к себе Он задумал сделать такой позитивный проект Когда два уволившихся офицера воздушно-десантных войск пишут песни Он говорит, давай сделаем их мажорными Ну не в смысле мажоры, а в смысле, чтобы это было, как в Советском Союзе было Большинство песен было написано таким образом, что люди хотели жить после этих песен Типучая, могучая, утро красит, нежный цвет Понимаете, мажор есть Вот, и вот, да Я запутался уже в своих Давайте я просто про Мельникова хочу вспомнить Великий человек, герой России, заслуженный летчик-испытатель 500 посадок на авианосец Что это такое, да? Авианосец 330 метров длиной 145 метров, полетная палуба Куда он должен сесть И 38-тонную машину Миг-35 Зацепить гаком третий трос На скорости 250 км в час Представляете, да, что это такое? Потрясающий человек, великолепный мужик, друг мой И вот Серёдина, Серёдина песни Он не с неба наниктовал, вот то, что я им сейчас пою По своей, по нескучной работе Над водой океанской лихой Ты летишь на своём самолёте С очень точным названием сухой Шутки юмора, братцы, такие Тот, кто в теме, тот сразу поймёт Над водою летают сухие А внутри горнолыжный пилот Открутив все воздушные сальто Кто следил, заболит голова Ты летишь над московским асфальтом У него хобби был мотоцикл БМВ На своём БМВ цвета white Скорость света, скорость средняя Где-то по 200 БМВ не сухой, извини Для тебя та же самая песня Да грустит почему-то гаи Из себя всё возможное выжив Подкрутив на коленках винты По второму чигету на лыжах Мчишься вниз, не сгибаемый ты В космос снег из-под лыж улетает Вот ещё один новый вираж Ждут внизу Юля, Тима и Таня Весь проверенный твой экипаж Серёга Ну здравствуй, Серёга Твоею дорогой Продолжаем идти Серёга Мне ветром руку потрогай Как ты там возле Бога От себе мы грустим Безо всяких скажу разговоров Мысль немодную эту свою Я считаю звезда не Киркоров И в микрофоны, что дивно поют У меня доказательств немало Звёзды тех, кто на небе горит Это Громов, Гагарин и Чкалов Это Мельников и Северин Это те, кто свой разум и тело Настоящих отдал ради дел Сделал то, что никто бы не сделал Для земли, для страны, для людей Сделал то, что никто бы не сделал Для семьи, для страны, для людей Серёга Ну здравствуй, Серёга Твоею дорогой Мы идём в полный рост Серёга Свечишь чисто и строго Вас на небе так много За правдошних звёзд За правдошних звёзд Ну здравствуй, Серёга Ну я вижу, здесь собрались люди, которые пожили Знают, что такое жизнь и смерть И вот с этим человеком почему-то связано У меня жена говорит, вот у меня портрет висел Мне поставили портрет Когда портрет убрали, сейчас мы переезжали Такое впечатление, что в стене дырка Вот, и я туда что-то ставил А потом, ну никак, вот не ставится и всё И пока мы вот концерт не провели, этот фестиваль Он такой из календаря к Серёге Вот, я говорит, на этот календарь смотреть не могла Он меня просто прожигал Насквозь провели и всё успокоилось Ну вот, и вот ещё одна песня Тоже Серёга мне её продиктовал Летишь Ты всё время летишь Ты всё время в пути Где кельцы, а где рыбы Найти 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 Жаль тебя не найти Ты всё время в пути Меж удач и ошибок Мотив Твой высокий мотив Горло перехватил Мы же все люди просто Прости Нам с тобой по пути Но придётся брести Через жизни коросту Полёт продолжается Полёт продолжается И слух поднимается Твоей дорогой Полёт продолжается И курс не снижается И ты улыбаешься Нам сегодня, Серёга Летишь Ты всё время летишь Продолжая светить Ночи, дети И в небе Уйти От тебя не уйти Нашей жизни мотив Без тебя добрым не был Ласковой улыбке Танюшиной Правильной моей фотографии Мы с тобою общими душами Время жизни Время жизни верно истратили Те, кто в небе плечи расправили Платят за свою и на хоть Видно, не состарилось правила Лучших забирает Господь Те, кто в небе плечи расправили Платят за свою и на хоть Видно, не состарилось правила Лучших забирает Господь Летишь Летишь Ты всё время летишь Ты всё время летишь Лети Ну, обычно я в конце это пою А сейчас я хочу просто знак уважения К своему самому большому, наверное, учителю Нынешнему В стихах и в песнях Юрию Висбору В память и в знак уважения К его замечательной семье Вот Татьяна Висбор, она была на нашем фестивале Большое за это спасибо Вместе с Юркой С внуком Вот, который потрясающе поёт песни Своего деда Причём он поёт их не так, как поёт все А вот по-современному Они звучат очень модно И я сейчас задумал, что можно было бы сделать проект вот такой Знаете, вот сделать Да, такой вот винтаж, как сейчас говорят На Висборости песни Именно в юртином исполнении Вот, и я хочу вместе с вами В честь Серёги В честь Юры Висбора И вообще всех В честь наших друзей Боевых, которых сейчас сегодня с вами нет Я обычно третью песню пою Такую вот, посвящённую нашим Боевым товарищам А сейчас я хочу вместе с вами спеть Песню Висбора Посвящённую, в общем-то, своему его другу Ну и Серёге Мельникову И всем нашим усопшим Вот И, наверное, правильно, что мы пьём Потому что, знаете, это мы делаем для себя Может быть, и нас тоже кто-нибудь Когда-нибудь помянет Потому что мы все уйдём отсюда Ничего там плохого нет Кстати говоря Это очень простая мысль Уравнивает сразу всех И богатых, и бедных, и злых, и добрых И неважно Неважно Серёга и Саня А мы с Серёгою шагаем По Петровке По самой бровке По самой бровке Шуём мороженое мы без остановки В тайге мороженого нам не подадут То взлёт, то посадка То снег, то дожди То снег, то дожди Сырая палатка И писем не жди Идёт молчаливо В распадок рассвет Уходишь Уходишь Счастливо Приходишь Привет Идёт на взлёт По полосе Мой друг Серёга Мой друг Серёга Серёга с Саней Серёге с Саней Ну легко Под небесами Другого парня В пекло не пошлют То взлёт, то посадка Кто слава знает, может быть То снег, то дожди Сырая палатка И писем не жди Идёт молчаливо В распадок рассвет Уходишь Счастливо Приходишь Привет Два дня искали Мы в тайге Капот и крылья Два дня искали Мы Серёгу А он до нас не долетел Совсем немного Не дотянул он До посадочных огней То взлёт, то посадка То снег, то дожди Сырая палатка И писем не жди Идёт молчаливо Счастливо В распадок рассвет Уходишь Счастливо Приходишь Привет Спасибо Давайте не будем хлопать Встанем И стоим 10 секунд В память наших ушедших Ребята Собрались серьёзные люди Военные Кому ещё что вспомнить Спасибо Спасибо 8 августа 2008 года Мне посчастливилось Быть приглашённым Вести день рождения Великого человека Героя России Лётчика-испытателя Виктора Георгиевича Пугачёв Пусть ребята науки Спорят горячо Что за испытатель Виктор Пугачёв Поломали мозги Их аж зло берёт Не пишется Нет Пишется Он летает грозно Жопой вперёд Было написано сначала Потом я подумал Что это неправильно Написал Он летает грозно Гакой Гакой вперёд Гак это такая палочка На конце фюзеляжа самолёта Который цепляется За тросы Аэрофинишор Ну вы знаете Да Виктор Георгиевич Пугачёв Один из первых исполнителей Вот этого Замечательного элемента Кобра Когда это динамическое торможение Происходит И самолёт летит Хвостом вперёд Какое-то время с углом А также 120 градусов Потом опять Переходят в первоначальное положение Вот И вот военные Которые сидели в начале Торжественно готовились Значит выпить и закусить Вдруг Значит Что может быть хуже для военного Когда перед тобой стоит Вот поляна накрытая И вдруг тебя Подходят и говорят Какие-то слова Причём очень маленькие слова Короткие И все встают и уходят И улетают Вот Началась война в Грузии Которую Я как человек Который жил два года в Грузии Очень переживал Вот Я учился в грузинской школе В нашем классе Было 15 национальностей Разных всяких Русских было Три национальности Значит Мы были Дети военных Это знаете да Это потенциальные преступники Вот Значит Значит Малакани были И староверы И вот Они вот Девочки совершенно Были потрясающие Красивые высоте девушки Значит Очень быстро реагировали У нас был учитель литературы Азербайджанской национальности Которые Которые все время Норовел рассказать Какие-то интересные истории Из жизни Александра Сергеевича Пушкина Девочки Как только он Начинал рассказать Вставали и выходили из класса Строим Шесть человек сразу Вот То есть это было Неприемлемо Для их Этого самого Потом они написали Письменную бумагу На имя директора Значит Когда наш Этот самый Литератор Значит Слово Сказал слово Бюстгальтер По какому-то поводу Или без повода Они написали значит Коллективную жалобу На то что он скольпил Их национальные достоинства Что вот Не принято Вот Ну Нет Ну ничего Все было Нормально Вот Когда это все это началось Значит Я конечно сильно переживал И вот Я хочу сейчас Помнить песни Ну и естественно Тоже Это вот Мой генеральный продюсер Юра Ему аплодисменты пожалуйста Он По непонятным для меня причинам Записывает Мои Значит Произведения Ну не важно Да Ну и вот Наверное Ну ладно Не важно В общем посвящается этой самой войне Которой непонятно Зачем это все было Для чего Я Насмотрелся фильмов Мы же знаете Мы же все учили ППР Все учили Значит Историю КПСС Философию Все очень умные Все русские Вы знаете да Любят говорить Вот И значит Я вот придумал что Вот это знаете Фильм Власелин колец Вы наверное видели да Там вот эти замечательные Орки Нет Там есть значит Эти замечательные эльфы Люди Кто там еще Гномы Они все хорошие А вот эти орки Гоблины То есть тролли Да Это вот знаете Прямая такая Прямая такая вот да Вот Они из земли рождаются Все грязные как черти Значит у них такие страшные оружия Такие Ну вот то есть Я этот фильм воспринимаю как Такой знаете вот Взгляд запада на нас с вами То есть мы вот эти Они вот те Вот И вот эта война Это вот Как бы Война гоблинов с орками А Эти эльфы Они наблюдают Говорят Что там Убили друг друга Они еще Еще кто-то живой Ну Неважно Ну и вот такой трептих Получился Посвященный этой Значит войне Конечно Носков неизвестно Полтора миллиона грузин Живет в России Вот и Акуджава Да И Много-много людей С кузинами Ну Живем вместе уже давно Это Не буду я говорить Это все понятно Это все переживаем очень сильно Гамаржова генацевали Горький привкус на губах Новый вкус шашлык с хиновали Подарила нам судьба Подарила нам судьба На шампуре остром узком Из-под градов стих роте Осетин грузин и русский Мясо жареный бутет Ты в России Ты в России жил немало Триста лет к свободе шел А теперь вот хочешь в Штаты Там конечно хорошо Там бананы Ананасы Полугол где выкрать Но чужих различных классов Там не любят баловать Ты у нас покушал в волю Ты командовал легко Чемпионом был в футболе Пел красиво Сулико А у них считают мани Есть виски и венцо Со своим Вазисубани Вряд ли нужен ты к отцу Вазисубани Тинзмараули Твиши в Кемали Чача Сулгуни Гаприндашвили И Кикабидзе Шенгенадсвале Сухим Запутался Саакашвили Как с тобой мне проститься Ты ж история моя Ахуджава Кикабидзе Джугашвили наш маяк Только видимо придется Без тебя уже идти Кто в колодец мой плюется Мне, увы, не по пути Мне, увы, не по пути Знаете, тут такая песня просто размышления на тему вот Я не знаю, правильная или не важно Это вот мои мысли Вот еще одна песня Уже вот по поводу того, что я начал говорить Что вот эти все конфликты Они в наше время просто так не появляются Вот и, конечно Песня называется Песня называется «Властелина колец» А кругом голоса раздаются Я же думаю мысль свою Когда гоблины с орками бьются Эльфы радость на песне поют Эльфы радости песню поют Этим гоблинам много ли надо Хлеб гармошка Да водки стакан Им подраться Любимая радость Лучше радости нету пока Ну а орки Такие ребята Любят выпить, но только вино Они в целом простые и понятные Только орки они все равно Мы о них хоревать то не будем Тысячи больше или меньше Олрайк Все равно это в общем не люди Но тот свет им давно всем пора Они вместе когда-то там жили Они веры как будто одной Пусть друг дружки теперь спорят жилы А мы снимем про это кино А потом их покажем уродам Чтоб вздохнул с облегчением весь свет Что угрозы для нашей свободы Слава Богу теперь уже нет Надо гоблинам с орками драться Чтобы этим и тем чтоб конец Чтобы далее нам называться Властелинами жизни колец Тут понятно что дело не в Мише Властелины коварный народ Только мы Я уверен напишем К тексту гоблинский свой перевод К тексту гоблинский свой перевод Спасибо Спасибо Я вот очень полюбил смотреть фильмы гоблина Потому что вот когда особенно я Осмотрел его перевод Этих вот этой трилогии Властелин и колец вы помните да Когда там длинный монолог Который читает этот самый Гоб Голый Вот возле глядя на свое отражение Помнишь мы стояли на майдане С оранжевым платочком на башке Вот наш классик пришел Привет, привет Молодец Вот Ну и крайняя песня этой серии Такая она тоже Не хочется праздновать победу Не хочется говорить там о ту о ту Что вот грузины наши в роде А просто как-то вот это все грустно и удивительно Очень жалко что боржуми нету В Азисубани мы пили в Грузии Ведрами буквально Хорошее вино было очень Ну, неважно Ох, не надо, Миша, с нами воевать Лучше бы кишмишем на рынке торговать Ну какая радость, ты к отцу ответь Рисковать здесь надо, ползать и терпеть Ехал бы ты, Миша, в USA домой Там ведь жизнь потише, ох ты ж боже ж мой Или к девчине Юле швыче утекай Чтобы не погнули Мишины бока А мы тебе помашем на дорожку С собой дадим бутылку и котлет Ты поклонись американцам в ножки И передай от нас большой привет В штатах насмотрелся В штатах насмотрелся ты боевиков Но здесь нарвался ты на чудаков Мы же устояли В битвах и боях Мы отпор давали всем твоим друзьям Юмор наш солдатский Сядь да хохочи Вид у нас мутацкий Снизу терзачи На башке фуражка Сабль между ног Но еще пока что с нами справиться не смог Да никто пока что с нами справиться не смог Коблины да орки Эльфам всем конец Вот такие дверки Властелин колец Нам уж так вышло Пофиг Уиллис Брюс Не понятен Миша Маму нашу Русь А мы тебе помашем на дорожку С собой дадим Бутылку и котлет Ты поклонись Американцам в ножки И передай от нас большой привет Ты большой пригожий Аж душа поет Но у нас есть тоже Коля Валуев Питерские эти Ох они шпана Ох они навесят по полной старшина Выпей-ка ты чачий Скушай лаваша Подыши-ка чаще Миша Жизнь так хороша Сядь-ка ты на Боинг Коврик постели И к своим ковбоям Быстренько вали А мы тебе помашем на дорожку А мы тебе помашем на дорожку С собой дадим бутылку и конфет Ты поклонись американцам в ножки И передай от нас большой салам Аплодисмент Нормально? Юра, я нашел песню, которую забыл Ты чего смеешься? Я вспомнил один тот, который не знал. Я написал песню, оказывается. У меня сейчас начальник, он мне звонит по телефону и говорит, слушай, завтра день рождения о Бараке Обаме. Надо написать ему песню, ему исполняется 55 лет и надо его поздравить в субботу. Я говорю, понял. Записываю песню про Бараке Обаму, беру из интернета данные. И параллельно, когда что-то делаешь, одно и то же. Раньше я метро спокойно читал художественную литературу, а сейчас я метро пишу про Бараке Обаму стихи. И когда я не пишу про Бараке Обаму, у меня что-то чешется, зудит в организме, что надо что-то писать. Я что-то сейчас, жизнь проходит зря, сейчас меня начальник полюбит, ну и так далее. Вот у Морозова, вот он пришел, у него есть классические песни, у него все классические песни. Ну я пытаюсь на него походить, вот написал песню про царя Гороха. И про еще одну вещь, которую, в общем, почему мы побеждаем в войне, знаете, вот такая есть старая история. Когда закончилась Великой Отечественной война, стали выяснять, кто кого побил и почему. Выяснили, что в среднем немецком слове 7 букв, в среднем английском 5. То есть пока немецк передает информацию, англичанин его уже мочит в сортире. Ну и дальше, значит, выяснили, что в среднем русском слове 6 букв стали беспокоиться. Потом выяснили, что когда начаются боевые действия, российские и советские войны переходят на мат. Там, как известно, 3 буквы, поэтому нам волноваться не о чем. Вот, то есть, да, значит, победа всегда с нами. Ну и есть слова, с помощью которых, вот Морозов не дать соврать, значит, выполняются любые боевые задачи с любым количеством личного состава, с любым количеством боекомплекта или без боекомплекта лучше вообще. Вот, то есть есть эти самые слова, я их не буду напоминать, что дамы сидят, вы их знаете сами, своим дамам напомните. Дамы тоже их иногда употребляют для того, чтобы упрощить внешнеполитическую обстановку в мире. Да, в семье, в мире, вообще везде. Вот, да. Однажды древний царь Горох послал войска в атаку, Но тут войска сказали, ох, и получили в спину. Но надо же было побеждать, ведь царь не даст обеда, Они врагу сказали, мать. И к ним пришла победа, потом напал Наполеон, И с ним вся вместе вся Европа, И нашим выдал сразу он большой пинок под спину, Но громко помянул их мать, фельдмашла, князь Кутузов, И трудно было догонять бегущего француза, И трудно стало догонять бегущего француза. Потом фашистские войска ударили коварно, И уж казалось, что близка победа вражьих армий, Но наш солдат опять им вдул, по самые погланды, Товарищ Сталин помянул, мать всех фашистских гадов, Товарищ Сталин помянул, мать всех фашистских гадов. Откуда ни возьмись беда, реформа наступила, Ну и, конечно, как всегда, пришла пора дебилов, Все блин стараются сломать, пыхтят, как жук навозный, И губы сами шепчут, мать. Решительно и грозно, решительно и грозно. Эпилог. Японцы, шведы, немчура, америка-талибы, Кричали глупые, ура, мол, победить могли бы. У нас в России есть секрет, хранить который нужно, Что сберегает много лет российское оружие. Пройдут года, сойдет вода, закончатся патроны, Но будет крепок, как всегда, храм нашей обороны. Мы победим в любом бою, врага сломаем с хрустом, Лишь очень громко, мать твою, произнесем по-русски все вместе. Лишь очень громко, мать твою, произнесем по-русски все.